День 8, выехали из села Нори и двигаемся. Что? Нори. Да, мы неправильно произносили, кажется, все говорят Нори. Нори. Ну вот, мы едем в сторону Уфу. Сейчас первая машина нас довезла до поворота. Сейчас... Классно! Через Нефтекамск едем. Здесь вообще людей хорошая картошка. Да, да. Хорошо живёте. Нормально. Это его большая разница, вот то, что с огорода и то, что со своёго хозяйства возьмём. Это очень большая разница. Да, да. Такие холммейкеры всем играть. Классно. Мы в Терпии посетили. Просто дупло так отражало солнце, так красиво. Сейчас будем на пароме. В машине прямо строят мост, но ещё не достроен. Поэтому здесь паром. Я тоже первый раз на Ниве катаюсь. Классно. А, задним, да? Здорово. Здорово. Такой маленький паром. О, у вас ещё и патроник, ничего себе. Привет. Поехали уже. Классно. Ха-ха. Я первый раз так. Только на больших паромах раньше был где-то. Там, где машин 300. Ой, вот 300. Классно. Спасибо большое. Всего доброго. И вам тоже. Приятно с вами познакомиться. И вам всего самого хорошего. Всего доброго. Всех вам благ. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго. До свидания. Такой классный Александр. Так здорово. Мы пересеклись на речку. Какую мы реку пересекали? Я даже не знаю, честно говоря. Это плывёт, типа, мост? Нет. Нет. Это кто-то умный поставил и сделал его платным пока это. Платным? Да, пока официально не построился мост. А, это частник? Да, частник. Это поставил. Ну, это вообще хитрый. А, ещё платно, да? Да. Там надо платить? Да. Вообще. За машину только я получил, а я оплачиваю. П aula, в принципе, больше, чем без моста. Ну конечно. Там поезжать где-то часа а3 ходу. Офигеть! Тогда у них бизнеса не будет когда достроят. У. Прямо, как американские горки. У девушки классные. У зовут Александр, у него не идут. У девшого, как у нее. Вот это да. Вот у них как в пост ДПН. Да-да-да. Я первый раз ехал вообще. Просто смеялся. Если Юз так вот так... Мы уже в Невсикамск заезжаем. Мы уже в Нефтекамске, едем дальше. Мы сейчас вспоминали, я понял немножко, что за акцент у людей, ну не знаю, как у всех, но в Нори. Во-первых, многие часто говорят давить, давить. Типа, вы сегодня езжайте давить. Здесь было очень хорошо давить. Еще всегда, очень часто делают акцент на букву А. Допустим, они говорили, Ева, ладно, хотя там даже нет буквы, но что еще там, можно, что там, кто-то говорит, что ты странно говоришь, да? Дикольно, разные акценты, как лингвист это очень классно, да, жесть? Встанем сюда, наверное, будем ловить. А я прям реально чувствую, что я странно разговариваю. Я и так сама по себе странно разговариваю, но со своим московским акцентом, когда ты разговариваешь с Сумуртом, это прямо чувствуется, что ты такой, как бы они, ладно, странно говоришь. Да, но очень классно. Прикольно, потому что я до этого никогда не общалась сразу. У нас столько народностей в России, а просто темнота. И тут, когда ты их видишь воочию, ты слышишь эту разницу, вот, как люди одни и те же слова произносят, и им кажется странным, как ты говоришь, а тебе кажется странным, как они говорят. Так прикольно. Хотели поделиться. Иногда вводите очень интересные реакции. Мы говорим, меня зовут Ева, Джон, и потом говорят, меня зовут Ева, Джон, и они говорят, о, такие экзотические имена, интересно. А сегодня мы говорим, я говорю, меня зовут Джон, они говорят, серьезно, что ли? Да, привет, Роман. Да, привет. Да, серьезно, что ли, а? Да, серьезно. Здесь у нас первая женщина, нас подбезла немножко, чтобы удобнее было выезжать из Нефтеканта к Буфу. Все, по свидания. Первая женщина. Да, круто. Дальше едем. Очень, 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 очень такая хорошая. Да, очень интересная история. Еще проехали чуть-чуть и в сторону Уфы. Здесь интересная штука, если честно. Не знаю, что это такое. Что-то с нефтью связано, мне кажется. И после ПС здесь будет конечно. Вот. Более серьезно немножко. Восходы в Челябинске вроде расширяются. Алпуфы до Стеретамак, вот на Оренбург она идет. До Стеретамак, она тут полосна. Здесь полосна. Что? Первая наша фрезия. Да, первая фура. Виктор остановился, нас подобрал с МСХ. Совсем с кармой. И довезет прямо в Уфу. Ну, куда? Доезжает. Сан-Бан-Чи. Я на Уфу. Куда? У нас здесь сейчас обезьянный перерыв образовался. Нас Виктор угощает вкусным-вкусным салом. Вот здесь еще немножко осталось. И домашним хлебом, который испекла его жена. Вот. И я сейчас вижу впервые за 8 месяцев нашего брака, как Джо мой муж ест помидору. Никогда не ел для этого. Много соли. Виктор, вы сделали невозможное. Ну как? Ровно? Ну, по-прежнему не очень. Не нравится. Ну, другое вплощение. Когда не пробовал с солью, так? Так что есть надежда. Вкусно так. Прям так по-домашнему. Салат я не ел. С домашней сметаной. Ел-ел. С домашней сметаной ел. Нет. Ну, кто-то не тот. Неправильный. Сейчас в Уфу. В принципе, приехали. Сейчас рядом на автобус. Приехали. Можешь помочь? Да, даже не верю. Просто не верю. Мы доехали до Уфы. Сразу приехали к нашему хосту. Виктория. Такая энергичная девушка. Очень интересная. Тоже врач, как и его. Немножко другая. И она пытается строить клинику в Гватемале. Так что много об этом говорили. Было очень интересно. Сейчас отдыхаем немножко. Сейчас выложили еще одно видео. И вот, инстаграм занимаемся. Так, спать какие, потом посмотрим в Уфу. Мы провели сегодняшнюю ночь в Уфе у нашего хоста Вики. И она была на дежурстве ночном. То есть, ее не было дома. Была мама. Мы проснулись. И вот, что нас ожидало на кухне. Три тарелки с кашей. Хлеб. Не могу понять, что. Наверное, это брокколи. Вика, как раз, Мерзор вернулся с дежурства. С ума сойти. Первый раз мы видим такое. Ирина Владимировна, спасибо большое за завтрак. Очень приятно, правда? Да. Очень приятно. Вот такие командные. Классно. Я не верю. Мы доехали, это с тобой, как вы. Да. Очень круто. Вот, как получилось, мы... Не было вообще связи там в норе, поэтому мы не могли искать хоста в Уфе заранее. Поэтому вчера утром мы написали, наверное, десяти людям. И я удивился, что человек пять-шесть вообще ответили и сказали, да, пожалуйста, приезжайте, да. Тогда одна девушка сказала, ну, жалко, что... Ну, мы всем написали, что мы уже нашли хоста, но всем остальным и одна написала, что жалко, что мы не сможем познакомиться. И мы сказали, ну, она была в Африке и в Иране, много где там, где мы будем, поэтому я написал, ну, мы можем встретиться завтра, если будет уже у вас время. Она сказала, да, вот во сколько, я приготовлю плод, приезжайте ко мне. Поэтому мы едем к ней, познакомиться там, будет очень классно, я думаю. Как зовут девушка? Не знаю. Сегодня в Уфе большой-большой туман. Много тумана, очень непривычно. Мы сейчас на обеде в Гузель, она приготовила потрясающе вкусный обед. Вот, и у нас тут сейчас сбросили интересные ребята. Привет! Рассматриваем, да? Да. Да, рассматриваем, как нашли паспорт. Гузель, можно мы тебя снимем, потому что ты как раз-таки хозяйка, виновница этого всего торжества торжества. Очень вкусно, нас накормило, такой вкусный лов. И мы даже остались части угощений. Вот. Быстрее поедем дальше. Жанна прорадуется, почему мы не посетили Чебоксары. Человек из Чебоксары нам говорит, что там классно, залив надо было посмотреть. Ну, еще успеется. Да, в следующий раз это же не так далеко от Москвы, и потом на машине сами будем кататься. Это камера. Ну, замечательно. Ну, молодежь. Пока. Это мама Гузель. Альбина. Да, это мама Гузель. Альбина. Вот мы все Шарафуддиновы тут. Ну, не вся семья. Еще брат. А еще сын. Еще, да. Мой третий ребенок. Это у меня первый, второй ребенок. Гузель первенец. Артур второй. А Тимурочка третий. Вон фотографии. Покажи, Гузель. Ребята, спасибо вам большое. Ладно, дружите, что все хорошо в жизни. Удачи, успехов. А я к детишкам, я же участковый педиатр. Я же врач. Я к маленьким лялечкам поехала. На велосипеде. Привет. Окей, вы встретились с Сергеем Баклыковым? Да. Меня зовут Сергей Баклыков. Я из города УПА. Республика Башкортостана в России. И сейчас мы в историческом центре УПА. И вместе с Джон и Евой. И их друзьями. Мы сейчас в городе УПА. Сергей из канала Real Russia. Это длиннее впечатление. Русская жизнь. Нет фейк и нет бутылки. Не забывайте подписаться. Комменты и лайк. Видео. Заходите на канал. Да. Прямо сейчас мы находимся в историческом центре города УФЫ. Столица Республики Башкортостан. И, например, перед нами гостиница Башкирия. Это пример раннесоветской архитектуры. Здание было построено в конце 1930-х годов. Здесь, конечно, предпочтение отдается спектаклям и концертам. Ну, то есть выступлением именно звезд, так сказать, звезд нашей местной башкирской эстрады. Ну, разумеется, на башкирском языке. Ну, вот то, чем Башкортостан славится. А чем он славится? Прежде всего, это мед. Вот. Затем кумыс. То есть, кумыс – это молоко коня. И что там еще? Ну, всякие там костыбы, типа там лепешка. Костыбы? Лепешка там. Внутри нее пюре. Такая лепешка, которая поджарится в городе. Сейчас посмотрит генератор Родина в Уфе. Реально красиво. Архитектурная защита защищает это здание. Брали все фонтаны из этого. Это был вот такой длинный-длинный фонтан. Ну, такой вот, прямоугольный формы. По периметру можно вот так. И тут, особенно после вот его реконструкции, очень долгое время он стоял непонятно вообще. Но сейчас мы как-то все так просто сделали. Просто тупо хочет. Может, конечно, что-нибудь еще придумают. Сейчас это просто тупо хочет. Про семь башкирских девушек? Поцетка. Да, да. Хотя музыка. Помнишь, жена, одна спаслась? Да. Потому что важно. Могу сказать, что сразу это место стало прилетать очень много людей. Потому что как бы фонтан, красиво, все чистенькое, новое. Много лавочек, да. То есть плюс такое вот само расположение, то что они как бы там спокойно, как бы быдлые методы какого-то. Понимаешь? А они как-то выцеляют эту девушку, которая спаслась по легенде? Ну, нет. Я их не выделяю. За это нет. Спасибо. 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 Спасибо.